Максимально я не веду, что с повышением этого коэффициента в 2015 году он будет платить 550 тысяч, но можно на 50% снизить за счет пенсионный фонд из инстрах отчисления. Но я говорю о другом. Вот посмотрите, инициативная группа предпринимателей обратились в администрацию, обратились к Елене Владимировне с письмом, обратились в комиссию по бюджету, обратились в общественную палату с расчетами, потому что сегодня непросто. Пришли в федеральные власти. То есть ситуация сегодня непростая, в принципе, для всех. Но, значит, выступили инициативная группа на одной комиссии депутатской, затем на второй. Потом приезжала уполномоченная по защите прав предпринимателей Артюкевина Николаевна, обращение было отдано ей. Она, кстати, сейчас занимается этим вопросом. И затем третье слушание было на думской комиссии, и депутаты не поддержали. Четыре за и три против. То есть не вынесли даже на обсуждение. Что просили предприниматели? Они просили, чтобы пересмотрели коэффициент. Ну, повысили, но не настолько много. Вот я думаю, меня поддерживают здесь очень многие, которые здесь. Потому что, ну, что же, сегодня мы говорим, малый бизнес, там, средний бизнес, поддержка. Ну, какая же это поддержка, если своих просто разоряют. Вот сегодня все непросто. Тарифы подняты. Спредприниматели, они берутся не как с физических лиц, а как именно с юрильных. То есть там в несколько раз больше. Пришли федеральные все те, кого мы должны поддерживать. Наверное, свои. Поэтому я лично буду голосовать против именно бюджета, против доходной части, именно по единому налогу на миньонный доход. И вот депутаты приняли это решение. И сегодня у нас в Думе вообще, ну, промышленники, практически предпринимателей нет. Вот были бы, может быть, они как-то бы отстаивали. Мы вообще считаем, на работе... А, кстати, была еще рабочая группа создана, где мы просидели больше двух часов с расчетами, с анализом с 11 по 14 год, убеждали, что не нужно так сильно поднимать этот коэффициент. Вот. Но, слушайте, не были услышаны. У меня коллега вышла после последней этой депутации, я уже не без фамилии, вышла у нее слезы на глазах. Она говорит, слушайте, ну не слышит нас? Ну почему на предпринимателей? Ведь это, в принципе, не маленький налог, 7,5 миллионов. Но он не заберется и в этом. Он не заберется, потому что сейчас единственный плюс всего этого, то, что мы там целую неделю здесь воевали и были, что предприниматели сейчас идут на другие спецрежимы. Но в бюджете-то остается единый миньон и патент, который... Они выйдут на упрощенку, а это не налог местный. То есть, ведь какая самая главная задача для депутатов? Чтобы собрать эти деньги правильно в казну. Вот. Но если и сегодня, уже за 9 месяцев они не собираются, то как же они будут собираться, если их поднимут в разы?